Украинский неизвестный блог представляет Здравствуйте! В эфире канала УНБ 19 выпуск 4 сезона презентации Компьютеры и комплектующие Тема презентации и домашняя сеть Ethernet или Wi-Fi Поехали! Если не вдаваться в дебри сетевых технологий и не произносить такие страшные слова как раутер, свитч, хап и таблица маршрутизации, то задача сводится к следующему связать два компьютера, находящиеся в одном доме. Сделать это можно либо протянув сетевой кабель от одного компьютера к другому. 99% компьютеров и ноутбуков оборудованы портом Орбжей-45 либо установив на компьютеры Wi-Fi. Адаптеры. Большинство ноутбуков и нетбуков имеют встроенные Wi-Fi. Адаптер. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого способа. Цена. Вариант сетевым кабелем кажется дешевле, ведь придется тратиться только на кабель. Тетевые адаптеры уже установлены. Но прокладка кабеля по дому, особенно если придется сверлить отверстия в стенах и срывать клинтусы, удовольствие не дешевле. К беспроводным Wi-Fi наоборот, не требуется покупать и монтировать кабель, но придется купить один или два Wi-Fi. Адаптера, если речь не идет о двух ноутбуках. Впрочем, цена на проводный или беспроводный адаптер в районе 20-30 долларов не настолько высока, чтобы вопрос цены стал решающим. Удобство. Беспроводный Wi-Fi однозначно удобнее. Ведь никаких проводов, бьющихся клубками по полу и полная свобода. Хочешь, можно в комнате на диване с ноутбуком расположиться, а хочешь, на кухне фильм онлайн посмотри. Wi-Fi ловит везде. Скорость передачи данных. А вот в этом параметре Ethernet выигрывает. Если у Wi-Fi заявленное производителем скорости передачи данных стандарта 802.11b составляет 11 мегабит в секунду, это при условии, что передатчик и приемник размещены в 10 сантиметров. Друг от друга и полностью отсутствуют помехи. А реальная, в 3-4 раза меньше, то скорость передачи данных по сетевому кабелю составляет до 1000 мегабит в секунду. И помехи ему не страшны, потому что кабель экранированный, и на расстоянии ему плевать. Поэтому если скорость и стабильность канала влевать важна, то лучше все-таки остановиться на Ethernet. Стоит также отметить, что новый стандарт передачи данных 800 бар. 11n позволяет передавать данные с максимальной скоростью в 600 мегабит в секунду. Эта скорость в разы больше, чем у старых стандартов, но и устройства, которые могут использовать этот стандарт передачи данных заметно дороже своих старых собратьев. Безопасность. С безопасностью улетит полный швах. Если прихватить данные из сетевого кабеля просто невозможно без физического доступа к нему, то дальность действия веки сети составляет до 200 метров. И если вы живете в многоэтажном доме в условии плотной застройки, то можете предоставить, сколько людей теоретически попадают в зону действия вашей домашней веки сети. Конечно, сеть защищена паролем, если вы не забудете его установить. И существует шифрование данных, в F&W-U-Pay, конечно, можно повысить уровень безопасности, настроив соответствующим образом сети FI-Ball, но все же, все же. Влияние на здоровье. Как уже упоминалось, сетевой кабель из Ethernet экранирован, то есть никаких электромагнитных римпульсов не проникает ни внутрь его, ни наружу. Быстроводный адаптер Wifi излучает. И под это излучение попадает в ее члены вашей семьи. И хотя считается, что мощность излучения антенны Wifi в сотни раз меньше, чем мобильного телефона в режиме общения, не стоит забывать, что дело не только в мощности, но и в частоте. Частота, на которой работает мобильный телефон 900 или 1800 мегагерц не вступает в резонанс молекулами воды и арбамики, в отличие от 2,4 гиганерц, частоты FI-микроволновых плечей. Да, да неизвестно почему, но микроволновка использует ту же частоту, что беспроводные сети, создавая помехи и натолкивая на размышления. Но прогресс не стоит на месте, и уже сейчас вы можете приобрести FI-адаптер, который работает на частоте 5 гиганерц и уже отличается от частоты микроволновки, но еще раз отмечу, что такой FI-адаптер будет стоить заметно дороже устройств, работающих на частоте 2,4 гиганерц. Из всего вышесказанного можно сделать выбор, хотите что-то красивое, изящное и удобное, выбирайте FI-адаптер, если же вы приверженец надежных безопасных решений, даже в угоду удобству, ваш выбор – старый добрый сетевой шнур. Разумеется, недостаточно просто купить пару FI-адаптеров и раутеров, чтобы настроить сеть дома. Для корректной работы в сети интернет всех компьютеров необходима правильная настройка FI-раутера, которую, естественно, вы можете сделать самостоятельно. Возможно, у вас уже есть опыт настройки беспроводных устройств, и вы сможете все сделать без дополнительной помощи. Если же вы не умеете это делать, или у вас просто не хватает на это времени, то доверьтесь к профессионалам. Увидимся в следующей презентации. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова